Итак, друзья, всем привет! Сегодня будет видео два в одном. С одной стороны, это просто сравнение фотоаппаратов Canon R и Canon RP, но с другой стороны, и само сравнение, и маркетинговая часть после самой технической части будет полезна всем фотографам, которые, в общем-то, выбирают фотоаппараты любой фирмы, чтобы понимать и правильно думать при выборе фотоаппарата, чтобы учитывать, где маркетинг, где реальность, и как подходить к выбору фотоаппарата, потому что доверять ни сайтам, ни рекламным статьям, ни рекламным блогам нельзя, потому что все это заказное, и каждая строчка, каждая секунда этого текста или видео они направлены на продажу, а не на то, чтобы показать правду. У меня оба этих фотоаппаратов есть, и есть чем сравнить именно с практической точки зрения. Также мы делали сравнение этих фотоаппаратов, сразу сравнивали все и новые Canon, и новые Nikon, и новые Fuji, и Sony, и, в общем-то, кто смотрел все эти видео, их довольно много, ссылка будет в описании, понимает, что с технической точки зрения, если отбросить именно маркетинговую часть, принципиальной разницы сейчас нету, и выполнять основную свою работу можно на любой из фотоаппаратов, начиная вот от Canon RP и заканчивая самыми дорогими Sony. И в этот раз Canon поступили довольно подло, и они пошли по направлению Fuji, который выпускает P5 практически одинаковых фотоаппаратов, в большинстве случаев между которыми минимальная разница, либо ее и нет вообще, и что может очень сильно запутывать. И Canon сделали отчасти то же самое. В этот раз у нас лучше всех сыграл именно Nikon, которые выпустили два совершенно разных фотоаппарата, между которыми нету внутри конкуренции, и абсолютно понятно, что и для чего. У них есть Z6 и есть Z7. Z7 медленнее, чем Z6, меньше серийная съемка, ощутимо меньше ISO, но у нее полсотни мегапикселей. То есть это камера узконаправленная для людей, которым нужно печатать большие плакаты, большое разрешение. Такие фотографии, как правило, делаются при хорошем свете, там не нужна серийность и прочее. И есть Z6, у которого самая быстрая из всех нынешних фотоаппаратов, серийная съемка, самая скоростная. При этом, опять же, благодаря и новой флешке, не только она самая быстрая, но она и самая длинная в классе, и среди всех подобных фотоаппаратов. У него высоченное ISO на уровне с самыми дорогими соньками, и у него потрясающий динамический диапазон. По этим показателям он обходит старшую версию свою. Там стандартное число пикселей, и это конкретно фотоаппарат для людей, снимающих в поле не в идеальных условиях, которым нужны запасы по ISO и по динамическому диапазону, и иной раз может пригодиться бешеная скорость и длинная скорость. Поэтому в случае с Nikon вообще нету вопросов по выбору, какую из этих беззеркалок взять, а с Canon все сложнее, и их маркетинговая позиция очень нас всех запутывает. Поэтому давайте разберемся сначала чисто с технической частью, но именно со взглядом на практическую часть. Но в первую очередь очень важное отступление. Я являюсь коммерческим фотографом, и моя главная задача, я зарабатываю фотографии, это мой основной источник дохода, именно фотосъемка. То есть это называется профессия, это называется профессиональный фотограф. И очень важно здесь понимать и не путать, профессиональный фотограф не гарантирует, что он снимает круто или еще как-то. Профессиональный фотограф это любой фотограф, чей основной доход идет от этой профессии, от фотографии. Если вы выкладываете шикарные фотографии просто себе в Instagram, вы просто любитель, вы занимаетесь искусством, творчеством и чем-то еще. Но если вы работаете в очень дешевой газете, где-то в регионе, в черно-белом печати, но вы снимаете стрёмные фотографии на дешевый фотоаппарат в эту газету, для этой газеты, и это ваш доход, вы профессиональный фотограф. Я не имею никакого отношения к высокому искусству, творчеству, всяким концептуальным выставкам и прочему непонятному мне веществу. Я занимаюсь профессией, и все, что посвящено этом канале, все относится к профессии фотографии. Поэтому и разбор этих фотоаппаратов мы будем делать для людей, которые увлекаются фотографией, зарабатывают фотографией, либо планируют зарабатывать фотографией в первую очередь. Итак, друзья, у нас есть старшая версия Canon R, которая вроде как позиционируется как профессиональная типа, непонятно, что под этим стромом подразумевается. И есть младшая версия, которая позиционируется то ли как любительская, то ли как еще хуже полупрофессиональная. О этой глупости мы в самом конце поговорим, о том, что это чисто маркетинговая вещь, и единственная ее задача это увеличивать продажи, и никакого отношения к технике она не имеет. В конце мы все это подробно разберем. Но давайте называть Canon R старшая версия, Canon RP младшая версия. И в старшей версии у нас 30 мегапикселей, в младшей версии 26. Имеет ли это для кого-то значение, если учесть, что вся разница из-за этого заключается в том, что у старшей версии фотография по длинной стороне всего нам 500 мегапикселей длиннее, больше, да, то есть ее чуть-чуть больше можно распечатать. Для кого-то это может быть важно, но я не представляю. Если у вас есть информация, в каких случаях это может реально спасти, то есть в любом случае больше 8 мегапикселей, значит мы можем скадрировать и напечатать А4 формат. А в обоих случаях есть огромный запас для огромного кадрирования и возможность еще печатать нормального размера, с чем сталкиваются большинство фотографов. Поэтому при выборе фотоаппаратов этот критерий можно абсолютно смело не учитывать. А дальше у нас идет характеристика ISO, и заявлено, что у обоих фотоаппаратов максимальное ISO 40 тысяч, но при этом можно поставить расширенную там за сотню и поставить пониженную 50. Но здесь есть в общем-то такой обман. Да, на обоих фотоаппаратах можно поставить 40 тысяч, но если на Canon R реально можно снимать на 10-12 тысяч, у меня есть видео, ссылка тоже будет в описании на все видео, где мы сравниваем Canon R и где мы сравниваем Соньку, и там видно, что в общем-то на 10-12 тысячах у них очень схожие показатели, и они весьма там спорные в различии, и при применении шумодава разницы не будет в двух этих случаях. То на Canon RP к 6 тысячам начинаются уже проблемы, но опять же мы сейчас говорим о сыром раве. Если вы находитесь где-то в темном крещении, и вы ставите 6 тысяч, если вы снимаете какое-то там снятие фаты, там еще что-то, какие-то мероприятия на свадьбах, это все погашено, освещается несколькими свечами, вы можете там на открытых диафрагмах подставить 6 тысяч, применить шумодавы, это будет терпимая коммерческая картинка, которую можно продавать. Разумеется, речь не идет о съемке портретов или чего-либо на таких ISO. Если мы снимаем рамочно-аватарочные портфолийные фотографии, в большинстве случаев у нас там минимальное ISO, отличное освещение, и нам этот показатель не нужен. Поэтому с практической точки зрения, по крайней мере, я ни разу не был снимая огромное число свадеб в ситуации, когда мне реально нужно ставить ISO там выше 6 тысяч, и это узконаправленные редкие моменты, и фотоаппарат Canon RP их также отработает, и никогда не было с этим проблем. И здесь же очень классно по этому поводу сказал Малышев, что если вы снимаете там, где нужно ставить ISO выше 3-4 тысяч, зачем вы там снимаете? То есть это уже ваша ошибка, ваша вина. Вы должны создавать такие условия освещения, где вы будете снимать с хорошим светом, иначе в любом случае это будут стрёмные фотографии. В любом случае, если ISO приближается к 10 тысячам, свет говно, фотография 100% будет говно. Только на Canon R это будет говно без шума, на Canon RP это будет говно еще и с шумами. Это единственная разница между этими фотоаппаратами. И в общем-то и Nikon, и Сонька в этом плане тоже. Потому что здесь речь идет не о техническом уже моменте, а о свете, о качестве освещения, а это влияет и на контраст, и на цветопередачу, и назвать картинку, снятую на 10 тысяч, невозможно хорошая. Она в любом случае будет стрёмная. Поэтому этот показатель можно учитывать только очень-очень узконаправленной группе людей, которым очень необходимо, и по работе приходится снимать в ужасных условиях, и прям снимать на рабочих высоких ISO. И я не знаю, в какой сфере это может пригодиться, но если вы понимаете, что это жизненно необходимо, и 6 тысяч вам не хватает, то здесь тогда выбор в пользу Canon R. Но на практике абсолютно все известные мне жанры съемки, все виды съемки, которыми люди увлекаются, всех их удовлетворит показатель Canon RP опять же. Canon R дает 8 кадров в секунду, Canon RP дает 5 кадров в секунду. Но при этом Canon R может вести серию в 47 кадров, то есть он непрерывно может с такой скоростью снять 47 кадров, а Canon RP может снять 50 кадров. И если мы 47 поделим на 8, то это получается, что Canon R способен снимать чуть меньше 6 секунд целую непрерывную серию, а Canon RP способен снимать 10 секунд. То есть если опять же применять к свадьбам, я могу на Canon RP в серии заснять и как невеста замахивается, и как букет не летит, и еще бы основную часть драки за этот букет. То есть у меня 10-секундная скоростная серия. В практике могу сказать, что для большинства фотографов, снимающих в направлении семьи, дети, свадьбы, люди не спорт, не какая-то суперполитика, супер поставленных людей, а более такая обычная распространенная съемка 5 кадров в секунду более чем достаточно. На моем Fuji до этого можно было регулировать и ставить любую скорость. Можно менять, было 5 или 4. Для меня было оптимально 4 кадра в секунду, потому что в каких-то моментах бывало, что 3 кадра все-таки это мало, и какой-то самый интересный момент они проматывались. 4 кадра было оптимально, 5 кадров уже было такое, что очень много мусора. То есть да, 5 кадров повышают вероятность удачной фотографии, 8 кадров еще чуть-чуть повышают эту вероятность, но они уже повышают совсем немного в плане удачности. А вот мусора, который вы приносите, и время сортировки, которое вы тратите на это, это очень-очень много. Поэтому, если вы занимаетесь какими-то направлениями, где нужна скоростная съемка, здесь, наверное, в пользу Canon R, но если вам действительно нужна скоростная съемка, то тогда уже вообще в пользу Nikon, если вы очень быструю и длинную съемку хотите. Если вы уже работаете в обычных условиях, вот всех тех перечисленных, 5 кадров в секунду более чем достаточно, 10-секундной серии более чем достаточно для серийной съемки. Поэтому, опять же, здесь паритет, и учитывая цену, выгоднее Canon RP. Да, можно сказать, что на Canon R можно переключить и поставить 5 кадров в секунду, и тогда у него будет такая же по длине серийная съемка, но смысл тогда вообще переплачивать, если мы будем делать настройки, как в Canon RP. Поле зрения на видоискателях одинаковое в обоих случаях, диагональ ЖК экрана у Canon R немножко больше. Но, опять же, из практики, иногда я снимаю поочередно, то на тот, то на тот, иногда на более сложные съемки беру сразу два, и никогда нет ощущения, что на Canon RP диагональ как-то поменьше. То есть, у них здесь на практике вот эти минимальные разницы важны только для маркетинга, и это никак не влияет на ваше восприятие картинки. Что действительно разное в этих фотоаппаратах, то в Canon R стоит прям офигенный глазок. То есть, там глазок, как телевизор, очень крупный. Это прям заметно, это бросается в глаза, что он крупнее, чем в Canon R, и он такой же крутой именно по размеру, как в Nikon Z6 и Z7. То есть, это три фотоаппарата с самыми классными глазками. Canon R, Nikon Z6, Nikon Z7. В Canon RP также нету никаких тормозов, картинка очень приятная, но она чуть поменьше. Но это очень спорный момент, потому что все мои друзья, снимающие на беззеркалке, любой фирмы, независимо от фирмы, очень быстро приходят к тому, чтобы визуализироваться как видеооператоры по большому экрану. Это никак не намеренно, просто раз посмотрел на него, второй раз через него поснимал третий, и потом уже в глазок смотришь в крайних случаях. В глазком я пользуюсь либо в дико солнечный день, либо когда рядом много ненужных людей, либо как-то неудобно держать. И также это может быть при нехватке света, когда нужно правильно держать фотоаппарат. Когда мы его держим крепко, упираемся здесь в живот, здесь глазком упираемся в глаз, и чтобы максимально снизить вибрацию фотоаппарата. То есть, в таких случаях, опять же, смотришь в глазок. Во всех остальных фокусируешься по экранчику, потому что большая часть кадров у меня осталась с нижнего ракурса, это очень удобно, и от пола, откуда угодно, и сверху по экрану работаешь. Это очень классно. Поэтому, учитывая, что подавляющее большинство снимков у вас будет по экрану, различие в глазках не имеет значения тут же. А вот максимальная скорость затвора может стать проблемой для любителей снимать на открытых диафрагмах. На Canon R она стандарта 8000, на Canon RP она 4000. И если вы любите снимать на открытых диафрагмах, могут быть проблемы. Но здесь важно понимать, если речь идет о солнечном дне, в 12 дня пекла, и мы на открытом пространстве, даже на 1.8 в обоих случаях вы снять не сможете. Потому что, если у нас солнечный день, ISO 100 диафрагма 1.8, у нас будут засветки, если модель находится на открытом пространстве под солнцем. Но когда интенсивность начнет уже немножечко угасать, то вы раньше сможете снимать на Canon R, чем на Canon RP. Но если вы любите снимать на открытых диафрагмах 1.4 или 1.2, то в обоих случаях, либо очень хорошо выбирать места, либо к обоим фотоаппаратам вам придется покупать эндофильтр, чтобы полноценно в любых условиях снимать на открытых диафрагмах. В данном случае у нас скорость затвора идет только экспозиции и фотографии. Не бывает каких-либо движений, которые на 1.4 еще смазаны, а на 1.8 уже резкие получились. Скорость затвора в 1.4 достаточно, чтобы заморозить любое движение. И в плане скорости, и в плане смаза, из-за этого у вас проблем не будет. Проблемы только с яркостью в солнечный день на открытых диафрагмах. Когда я покупал Canon RP, к нему я купил объектив 70-200 2.8, и на диафрагме 2.8 никогда нигде никаких проблем не было. В любое время суток, на любых освещенностях, на 2.8 было без проблем. Синхронизация со вспышками. На старшей версии она 1.200, на младшей версии она 1.180. Кто занимается хоть немножечко вспышками, понимает, что в этих показателях разницы нет абсолютно никакой, и ни на что эта скорость затвора у вас не повлияет, когда вы работаете со вспышками. Подсветка автофокуса есть в обоих версиях, и она работает очень хорошо, но даже без нее, если говорить чисто об автофокусе, то здесь оба Canon огромные лидеры, с большим отрывом вообще от всего, что сейчас есть на рынке. Всех новых Sonic, всех новых Nikon. Я делал отдельно на эту тему видео, где при недостатке освещения, там где Sony не может сфокусироваться, Canon либо быстро фокусируется, либо с легким подтормаживанием. И в плане работы в недостатке света, оба фотоаппарата работают одинаково круто. В видео под комментариями была часть людей, которые пользовались и тем, и очевидно говорят, что Canon очень сильно выигрывает. Еще была отдельно группа людей, которые усомнились, мол, может старая прошивка или что-то еще. Но вы можете зайти на сайт производителей и увидеть официальные характеристики, и у третьих Sonic минимальная освещенность, при которой они способны фокусироваться, минус 3, а у Canon у обоих минус 6. И еще важнее понять, что речь идет не о том, что в два раза, а речь идет о том, что Canon R способен фокусироваться в условиях, которые на три шага темнее, чем те условия, в которых способны работать Sony. То есть здесь речь ни о каких прошивках не идет, это официальные характеристики. И с Nikon здесь такие же. По Nikon не нашел точную характеристику, но Nikon также ощутимо уступает при недостатке света. Поэтому, когда речь идет о фокусе днем, я думаю, говорить об этом абсолютно бесполезно. Все современные фотоаппараты, все современные беззеркальные фотоаппараты, Sony, Fuji, Canon, Nikon, все абсолютно какие есть, при дневном свете работают просто идеально, работают максимально быстро, процент ошибок практически отсутствует вообще, следящие все остальные режимы работают невероятно круто. При хорошем освещении проблем нет. Чем больше проблемы с освещением, тем сильнее здесь будет выигрывать Canon и с очень большим отрывом. Но в обоих случаях это работает одинаково, одинаково круто они работают, и старшая, и младшая модель. А вот что касается батарейки, здесь есть небольшая проблема. Дело в том, что в Canon R идет обычная батарейка, которая была во всех предыдущих беззеркалках, но не совсем древних. И если, допустим, у вас до этого были какие-то беззеркалки, у вас могут остаться лишние батарейки, лишние зарядки, которые вы допокупали. А если вы будете покупать Canon RP, то там идет более маленькая батарейка, которая обычно идет в их мыльницах. И то есть даже если у вас есть большой уже багаж дополнительных батареек и зарядок, здесь он будет бесполезен, и для кого-то это может быть проблемой. Они не подойдут, и вам придется заново покупать еще дополнительные батарейки, и по-хорошему хотя бы одну зарядку. Потому что, ну, очень рисково, если вы коммерческий фотограф, очень рисково быть с одной зарядкой. Вы приехали с заказа, завтра у вас следующий заказ, вы ставите на зарядку, и у вас ломается зарядка. И все, вы за ночь как-то что-то подмутиться, не у всех получится найти это. Поэтому, если вы коммерческий фотограф, в приоритете безопасность и перестраховка на много-много раз по всем параметрам. Это очень важно. Что касается числа фотографий на одной батарейке, то здесь есть очень большая путаница, непонятная, необъяснимая. Ее мы разбирали в видео мифы о беззеркалках. И речь идет о том, что официально в характеристике заявлено, что Canon R способен на одной батарейке сделать 370 фотографий, а Canon RP вообще на одной батарейке всего 250 фотографий. И такая характеристика, чтобы вы не пугались, она на всех беззеркалках. То есть все беззеркалки показывают безумно маленькое значение батарейки, и это многих людей пугает. На практике могу сказать, что на Canon RP батарейка начинает загораться красным после 700 фотографий, и еще можно какое-то время поснимать, но лучше менять. На Canon R этот показатель чуть выше идет. Самый такой энергоемкий по батарейкам процесс, это съемка свадьбы с утра и до полной ночи у нас идет. И если раньше на любых зеркалках мне нужно было 2 батарейки на весь день, и к концу банкета я ставил третью, на которой там мелочи уже доснимал, самую концовку, то здесь мне нужно на весь день 3 батарейки, и к концу банкета мне нужна еще одна батарейка, где-то в середине концу банкета ставлю еще одну батарейку. То есть там мне нужно было в итоге 3, здесь мне нужно в итоге 4, если речь идет о свадьбе с раннего утра до поздней ночи. И в любом случае у вас должна быть еще одна поверх запасная батарейка и в зеркалках, и в беззеркалках, потому что в любой момент вы можете столкнуться с тем, что вы все зарядили классно, приехали на съемку, вставляете батарейку, а одна из них раз и показывает разрядку полную. Это никак не связано ни с маркой, ни с чем, это речь вот о любых аккумуляторах, такое бывает. Поэтому о этой штуке с батарейками нужно знать. Ну и в старшей версии у нас имеет типа пылезащиту, младшая версия не имеет никакой защиты. То есть это означает, что по собой фотоаппаратами нельзя снимать под дождем, и все. В остальных случаях разницы никакой не будет, вряд ли вы будете находиться где-то в пещадных бурях, где вам нельзя вообще самим дышать. В обычных условиях я очень много поездил с Canon RP, в разных местах бывал, никаких проблем с этим нету, работает все отлично. Что касается внешнего вида и особенно эксплуатации, ну первое о корпусе. В каком-то видео я видел рассказы, что в Canon RP вроде как используются какие-то там дешевые пластики, а тут все крутое. На самом деле, в обоих случаях у нас магниевый сплав, это сейчас самый распространенный, среди дорогих камер, он очень легкий, очень крепкий, поэтому претензий нет. Корпусы одинаково твердые, уверенные, никаких там движений, люфтов, все очень четко и монолитно здесь. И материал отделки невозможно там на глаз, если не смотреть, что за фотоаппарат, на ощупь понять, какой из них. Очень оба хорошие. Есть разница, небольшое преимущество Canon R перед Canon RP в том, что длина рукоятки чуть больше. Если вы, особенно девушка, либо парень с руками чуть меньше среднего, Canon R у вас будет без проблем. Если у вас руки средние или больше среднего, на Canon R может немножко палец здесь проскакивать, потому что вот на Canon RP я могу держать и практически все удобно держится. То есть мне не нужен никакой батарейный блок для удобства. Но учитывая очень классную глубину ручки и там, и там, то есть это безумно одни из самых удобных руках фотоаппарата это оба Canon и оба Nikon. То есть они с большим отрывом отходят все остальные фотоаппараты, которые я держал. Потому что вот эта рукоять, она безумно удобная для большинства рук. Редко-редко, когда люди берут либо оба Canon, либо оба Nikon, им какое-то неудобство. Чуть больше удобнее держать этот фотоаппарат, но о какой-то критичности и ни в коем случае ни о каком неудобстве работы с Canon RP вообще речи не идет. Нету там такого, что она малюсенькая и пальцы вообще болтаются. И в принципе при определенном хвате можно даже держать так, чтобы он в общем-то все крепко держится, задействован. И это точно не будет проблемой, если у вас не прям огромнейшие руки. Но если здесь можно сказать, что у Canon R есть некое преимущество, то сверху у Canon R есть экранчик, который в наше время мало кому вообще функционален, потому что, опять же повторюсь, мы снимаем большинство съемок по большому экрану и здесь мы все видим. Здесь мне зачем-то в выключенном состоянии показывается всегда, какой режим у меня включен и что у меня включен Wi-Fi и Bluetooth и информация, которая мне в общем-то не нужна и что важнее, я ничего сейчас не могу менять, никакие настройки ничего не делаются. В то время, как на фотоаппарате Canon RP стоит привычная крутилка и там есть очень важная для беззеркалок штука, там есть режимы C1, C2, C3. И если в зеркалках они были не так востребованы, потому что, в общем-то, разнообразие настроек в зеркалках не такое большое, как в беззеркалках, то вот как раз в Canon RP это было очень удобно и безумно функционально постоянно этим пользовался. Потратьте один вечер, настройте на Canon RP все эти три режима C1, C2, C3 и после этого, если есть какие-то преимущества или еще что-то Canon R, они все идут на второй план перед Canon RP, потому что эти режимы я могу ставить даже на выключенном фотоаппарате и плюс во время съемки могу очень быстро переключаться. Для того, чтобы здесь мне до них добраться, мне нужно включить фотоаппарат, нажать мод и найти их колесиком. О чем сейчас идет речь, кто не видел это видео о настройках моего Canon RP. Ссылка на него будет полная в описании, но смысл такой. На C3 у меня стоят настройки под фотостудию. Я приезжаю в фотостудию, ставлю C3 и независимо, какая до этого была съемка, баланс белого у меня становится диафрагма, у меня становится 8, скорость затвора становится 1,160, фокус становится самой большой и самая жирная точка, потому что глубина резкости большая, мне маленькая точка не нужна. Здесь у меня отключается сразу следящий фокус, отключается имитация экспозиции, то есть, чтобы я, независимо от настроек, здесь видел хорошую яркую картинку. Я сейчас фотосессию в студии, поехал снимать на улицу, я просто поставил C2 и у меня все переключилось под уличную съемку, но когда съемка неприхотливая, я люблю снимать по старинке по кадровой съемкой с точкой, с выбранной, с самой маленькой, с самой аккуратной, потому что я люблю снимать на открытых диафрагмах. И если вдруг тут же, допустим, я снимаю семью, начал беситься, бегать ребенок, я ставлю режим C3, у меня включается, мне больше ничего не надо делать, на Canon RP я ставлю C3, у меня автоматом включился следящий фокус, у меня включился серийная съемка, у меня увеличилась размер этой точки, которая будет следить, и в общем-то, на практике ты этим реально пользуешься, это очень удобно, и поэтому здесь у них паритет, Canon R чуть поудобнее, что немножко подлиннее рукоять, но Canon RP практичнее во время съемки, потому что очень быстро, без нажатий, практически не глядя, туда-сюда я могу переключаться, это реально удобно, если вы настроите C1, C2, C3. В остальном, расположение кнопок и функционал практически такой же, здесь еще есть кнопка, которая сенсорная, и она мне абсолютно не зашла, было неудобно, и насколько я знаю из анонсов, в следующей версии, которая будет в общем-то, в таком же корпусе, этой кнопки уже не будет сенсорной, потому что, видимо, она большинству не зашла, у меня с ней прям морока, я и не пользуюсь. У Canon R есть еще одна штука, для тех, кто любит снимать чисто по глазку, по старинке, когда вы смотрите в глазок вот так, вот эта часть экрана становится сенсором, и это самое удобное управление выбором точки фокусировки при съемке через глазок, то есть вы, не надо как джойстиком зажимать и ждать, пока она добежит, вы очень быстро можете пальцем, как на сенсоре, это реально удобно. Я еще раз повторюсь, если вы снимаете на зеркалку и привыкли к правильной, стандартной и держанию фотоаппарата и прочее, то перейдя на беззеркалку 100%, вы очень быстро будете снимать по большому экрану. Если нет проблем со светом и не нужно очень хорошо держать фотоаппарат, то здесь намного удобнее работать. И здесь у нас, как и на всех современных фотоаппаратах, идет выбор точки фокусировки, просто пальцем куда тыкнул, там она и будет. Поэтому говорить о каких-то принципиальных разницах и говорить о том, что одна модель является профессиональная, а другая любительская. Во-первых, это в принципе некорректно для любого человека, понимающего в технике и в маркетинге пользоваться словами любительская или профессиональная. Но и разница здесь абсолютно неуместная. Опять же, в этом видео я ни в коем случае не хочу засрать фотоаппарат Canon R. Это, наверное, пожалуй, мой любимый фотоаппарат из всего, чего у меня было до этого. Очень удобный, очень классный, претензий к нему у меня нет. Но хочется объяснить и обезопасить от всех этих маркетинговых уловок и подлостей людей, которые особенно только начинают заниматься фототехникой либо еще мало в этом разбираются. Во всех рекламах позиционируется, что между этими фотоаппаратами какая-то принципиальная разница, пользуются вот нелепые любительская камера, профессиональная камера. И типа вас убеждают, что есть смысл, если у вас нехватка денег, но вам все равно нужно копить, брать кредиты, еще что-то и покупать более крутую Canon R, которая намного дороже, и мне в этом видео хочется показать, что разница между ними ничтожная. И она может быть как-то еще более мощно выглядеть на бумажке в характеристиках, в рекламе, но на практике она сводится к нулю. И мне на данный момент неизвестны фотографы жанры фотографии, люди при условии, что не умеют пользоваться фотоаппаратом, которым бы Canon R дал реально преимущество перед Canon RP. То есть, чтобы мне кто-то из фотографов смог объяснить, я купил Canon R и потому что я получил либо преимущество в качестве работ. Либо это мне удало как-то там сделать цену, либо стать конкурентно-способней, либо это мне позволило экономить время в постобработке. Если вы знаете хоть какой-то способ адекватный, пусть с натяжкой, но более-менее адекватный, где Canon R дает людям в настоящих условиях съемки, в каких-то жанрах, а в каких-то случаях реально преимущество, которое стоит переплаты, обязательно напишите, очень интересно это узнать. Несмотря на то, что это видео идет про конкретных два фотоаппарата и фирмы Canon, я очень надеюсь, что оно позволит вам лучше понимать вообще при выборе любой фотоаппарата просто научиться мыслить. Потому что сейчас мы немножко поговорим о маркетинге, чтобы не быть голословным, хочу сказать, что у меня высшее образование реклама-маркетинг, диплом у меня по психологии в рекламе, и я очень много лет отработал в разных фирмах, и от этих разных фирмах было очень много курсов по повышению квалификации и прочему. Поэтому, когда я буду говорить о маркетинге, о рекламе, я говорю не о чем-то, а что где-то вычитал, а о том, чему я очень много учился и работал. Продолжение следует...